Для Екатерины и ее пятилетнего сына прошедшая ночь обернулась кошмаром. Резко поднялась температура 39,9. Сбить самостоятельно мы не смогли. Поэтому, так как мы не первый раз обращаемся в инфекционную больницу, решили сразу вызвать скорую и поехать. И вот коварный вирус H1N1 спустя два года вновь атакует население. Из основных симптомов – резкое повышение температуры тела, головные боли, першения в горле и болезненная реакция зрачков на свет. А вот насморк – скорее исключение. Мы столкнулись с первыми больными неделю назад буквально, когда заметили активность среди поступающих с клиническими проявлениями вирусных инфекций. Врачи уверены, в ближайшие 6-8 недель количество заболевших будет только расти. И важно помнить, грипп отличается от ОРВИ. Своевременное, правильно назначенное лечение поможет избежать осложнений. К примеру, пневмонии, а в некоторых случаях и летального исхода. 60% осложнений – это бронхолегочные осложнения, бронхиты, пневмонии, синуситы. Ну и вот в данный подъем заболеваемости регистрируем, что поражение идет в основном детей раннего грудного возраста, раннего школьного возраста, ну и взрослых. Мы пока регистрируем активный подъем среди детского населения. Но роста резкого скачка заболевания гриппом можно было избежать, если бы большая часть населения своевременно поставили прививку от гриппа. Из всех, которые обращаются в наше инфекционное отделение, проводя анамнез, ни один не был привит. То есть из всех обратившихся привитых нет. Все болеют достаточно серьезно, тяжело. Но грипп и само заболевание, оно никогда не было легким и никогда не было простым. Специалисты детской городской больницы отмечают, что помимо свиного гриппа регистрируют микс-смешанную инфекцию, которая протекает гораздо тяжелее. К высокой температуре добавляется интоксикация, резкие боли в глазных яблоках и лихорадка длительное время. Нужно своевременно обращаться к врачу, не заниматься самолечением, потому что действительно на фоне вот такой смешанной циркуляции возбудителей только медицинский работник может определить, какая инфекция присутствует и назначить правильное лечение. Врачи рекомендуют вспомнить ковидные меры профилактики, чаще мыть руки, носить маску, избегать общественных мест, проветривать помещение и бывать на свежем воздухе, и запастись витаминами и ягодными морсами. В следующем году подготовиться к опасному сезону заранее, привить себя и своих близких. Олеся Бедрева, Илья Питков, Будни.